Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Огромнейшее прошу прощения за ухудшенное качество графики, но по-другому никак не получается. Просто всё тормозит при записи. При записи вообще всё тормозит. Поэтому пришлось ухудшить графику. Надеюсь, это вам не сильно помешает. Надеюсь, картинка не будет ужасной, как в первых двух сериях по этой игре. Разрешение всё равно максимальное стоит. Но качество текстур пришлось снизить. Так. Очередные дела с чуваками из F.I.B. Дэйв Нортон, Стив Кейнс и так далее. Опять это место. Давненько мы не были. Давненько мы тут не были. И сегодня мы снова здесь. План дела в Палетто. Оу. Уютненько у тебя здесь. Да, надо мной ты давно не смеялся. Это... Это мой дом. И я его бы устроил на свои кровные... Да ладно, ладно, остынь. Это всего лишь бы сарказм. Тогда завязывай с этим. В мире полно сарказма. Это чума нашего века. Понятно? Ну нифига ты, ничего тебе не понятно. Ты такая же сволочка, как и все. Разбогател немного и стал говнюком. У меня для тебя новость. Я всегда был говнюком. Оу, нет. Раньше ты из себя представлял что-то такое. А теперь ты как этот дом. Пустая оболочка. Да пошёл ты нафиг. Да ты у нас тоже что? Такой чистенький засранец, да? Если ты такой псих, то всё можно, да? Я честный. А ты лицемер. Ооо, да ты герой. Ты выше нас всех. Я по крайней мере не заеду, чтобы разорвать тебе грудь. Посмотреть, что у тебя там вместо сердца. Ооо. В чём дело, чувачки? Да пошёл ты. Слушайте. Извините. Но у нас есть проблема. С правительственным финансированием. Вы должны... Разведать одну лабораторию на севере штата. Всё очень серьёзно. Краин. Биотерроризм. Слава богу, я не плачу налоги. Так, слушайте внимательно. Вам нужен стандартный набор. Судно. Тяжёлый дух винтовый вертолёт. Грузовик. Оружие. Всё это нужно раздобыть. Один вертолёт обойдётся вам в пару лям. Без проблем. Тревор недавно разбогател. Это сарказм вообще. Но это самый натуральный сарказм, козёл. Ещё пару недель назад я отдыхал спокойно в свой бассейн и грустил. И вокруг ниоткуда возник мой лучший друг психопат и начал третировать за это. Я сдал больше десяти лет назад. Мы... Наша маленькая банда совсем на мели. Но ничего, давайте купим дух винтовый вертолёт за два миллиона. Чтобы я мог украсть у дурацких террористов пятический газ. Так что извини, ты кретин. Безможен. Мне остаётся только сарказм. Сарказм, понятно тебе? И вы, мудаки, ещё тут кругом, блин. Да, да, да. Ооо. Вот это старый, добрый, гневный Майкл. Я очень рад тебя видеть. Короче, нам пора. Всё это здорово, но дай его ещё... Кое-куда надо. Не впутывайте нас в это ваше дело. Понятно? Ооо, мать твою, заново. Ладно, позвоню Лестеру. Он что-то там хотел рассказать. Передай ему, что мы едем в Палет-Табей. Садись в тачку. Вместе с Тревором поедем. Блин, а ты почему дверь-то не закрыл? А, вот, всё, закрыл, отлично. Ладно. Доберитесь до Палет-Табей. Палет-Табей. Прикольно звучит вообще, не так ли? Я звоню Лестеру. Что там ещё? У нас проблемы с финансированием. Нам нужна работа. До ювелирного ты какой-то там банк говорил запустили. Встретимся там в Палет-Табей. Окей? Ладно, я поеду на автобусе тогда. Куда там надо ехать? Оуу. Далековато. Ну ладно, я это обрежу. Короче говоря, приехали. У них тут был разговор, что Тревор якобы плохо одет. Несмотря на то, какую одежду мы бы не наденем, Майкл будет говорить, что он плохо одет. На самом-то деле у него смокинг сейчас очень красивый одет. На самом-то деле, тут игра не определяет ничего. Так, сюда долго, а то у Сантоса добираться придётся Лестера подождать. Прошло полчаса где-то. Слышь, достал уже. Чё? Я тебе пальцы нафиг сейчас сломаюсь, ты так не перестанешь. Да блин, хоть какое-то развлечение. О, ну наконец-то. О, здорово. Добро пожаловать в рай. Пойдём, машина там. Здесь суховато, не волнуйся. Майкл обеспечит тебе увлажняющие процедуры, бля. Можно начинать. Отвези нас в банк. Чего вы там хотели, бля. Подъезжаем к главному ходу. Посмотрим всё там. Если бумаги врут, система сигнализации там деревьев. Нужно провернуть всё как раньше, чем местная полиция поймёт, что произошло. А вот и банк. Небольшой, но денег, наверное, много внутри. Это вход в банк, ничего особенного. Теперь надо объехать кругом. Окей. Так, сзади есть парковка. Интересное местечко. Да, не идеально. На взлом системе потратим больше, чем получим за это дело. Значит, придётся новое поискать. Не-не-не-не-не. Это и есть дело, понятно? У нас какие варианты-то? Идея тупая. Мы, конечно, могли бы включить сигнализацию и посмотреть, что будет. Эй, слышал, что он сказал? Расстрелять сигнализацию? А где сигнализация? Я её не вижу. Стреляй в ящик. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть. Жаждись встречи с копами? А ну-ка быстро садись в тачку. С первого лица стрелять не очень-то удобно. Одни выдвинули четыре машины через 60 секунд, а также подкрепление. Это ведь даже не 30 и не перестрелка. Это просто беда. Что у нас со временем? 40 секунд. Служба безопасности Палета. Есть новости по коду 30, подкрепление готово у них. Это ненормальная реакция, непропорциональная. В этом округе вся полиция куплена, и в маленькой копилочке сработала сигнализация. Это они, там 67 секунд. 67 секунд. Четыре машины и подкрепление на подходе. Плохие копы охраняют грязные деньги. А впрочем, какая разница, мы всё равно грабанём банк. Подожди здесь, посмотрим, нет ли слабых мест в системе. Диспетчер это Палета 3. У нас пложная тревога. Возможно, кто-то нарошено или случайно включил сигнализацию. Мы поставим заслоны на шар. Сэ, осмотр машины проверки документов. Заслоны, осмотр? Я не хочу здесь сидеть. Сейчас погоняем немного. Если обгоним Тревора, то убегать от копы будет он. Нет уж, нет уж, нет уж, нет уж. Тревор на мотоцикле, они на машине. Вон они едут. Мы постараемся побыстрее них приехать. А куда мы вообще поедем-то? А, в принципе, это... Пока ещё раз открой. Ладно, если будем ехать быстро... Блин, красивые места. Если будем ехать быстро, то доедем тоже быстро. Блин, не буду это вырезать, тут довольно красивые места. Там где-то лесопилка находится. Вообще, пиксельный лес тут. Ой, блин, но всё равно тормозит. Какого шлешего-то. Так, здесь у нас лесопилка находится. Ого, они не отстают. Практически. Надо ехать быстро. Тут ещё и какие-то олени, лоси были. Непонятно. Единственная ГТА пока что. Может быть, в шестой тоже будет. Будет... Это... Есть животные. Короче, ляд. В шестой части, я думаю, тоже будут животные. Шестая часть выйдет, я думаю, в следующем году. Она готова на 70% уже, и это очень круто. Правда, тут я волнуюсь, что она, как всегда, сначала тоже выйдет на консоли, а уже через года два, но, может быть, через год только на ПК. Все части так выходили, но, надеюсь... Можно, конечно, надеяться, что и на ПК сразу выйдет. Четвёртая часть вышла на несколько месяцев только позже на ПК, чем на консолях. Но, так же в 2008-м она вышла. А вот ГТА 5 в 2013 году на консоли, и только в 2015-м на компьютере. Это, как по мне, нехорошо. Надеюсь, что шестой частью такого не будет. Хотя, маловероятно. А ещё, кстати, в GTA Online будет офигенное обновление скоро. Будет презентация через несколько дней. Короче, в GTA Online добавят город Либерти Сити, и, что самое главное, добавят Ника Белика, главного героя GTA 4. Это будет действительно интересно. Может быть, я сниму обзор на это обновление. Но не могу быть уверен. На 100% доехали. Господи, почему вы так долго? Ну, хотел, чтобы ты победил. Я размещу всю информацию здесь. Майкл, приятель, у тебя сахар в крови упал. Я соберу тебе что поесть. Да я в порядке. Ты ведь гость. Я не хочу, чтобы ты голодал и грустил, иначе ты будешь принимать неверные решения. И я всю жизнь принимаю неверные решения, поэтому-то я и здесь. Готово. Готово. Приятного аппетита. О, боже. Что это такое? А что, тебе не нравится? Это? Это просто великолепно. Хотя, после той заварушки на заправке... Господа, хочу вас познакомить с планом. О, наконец-то. Не хочу задерживаться здесь больше. Итак, полагаю, наш маленький эксперимент показал, что копы приедут так быстро, что встречи нам с ними не избежать. Пройти мимо не получится, это значит, придется разнообраз... разобраться с копами. С грязными копами. Разобраться? Я даже не знаю. Вам нужно будет подготовиться. Тут неподалеку регулярно проходят английские конвои в форт Занкуда. Я предлагаю угнать один и использовать его груз против местных копов. Я предоставлю вам точные сведения о грузе, как только мы закончим планирование. В любом случае, долго торчать у банка вам не придется. Полит-Табэй, это залив. Где-то в квартале от вас Франклин будет ждать в лодке. Не знаю, не уверен, что это идеальный план, на мой взгляд. Единственный способ сорвать куш и выполнить заказ у ФАИБ. Прекрасно нам нужны люди. Только стрелок, вы с ним будете разбираться с копами, поэтому советую подобрать хорошего стрелка. Вот самого... О, подумай о моем приветствии шефе, он виртуоз своего дела. Давайте его и выиграю. Дедед, ты уверен? Да. Вот так. Я соберу снаряжение. Майкл, ты свяжись с Франклином. Тревор, ты в курсе, что делать? Да, да. А я позвоню, когда мы будем готовы приступить. Не хочешь ничего здесь? Будет тесновато, но... Нет уж, я переночую в мотеле. Спасибо. Ну, как скажешь. Я отвезу тебя. О, боже. Зачем ты съел эту гадость? Фу. Блин. Участники ограблений. Шеф. Майкл Тревор Франклин. О, алло. Франклин, братуха, как жизнь? И тут тебя искали какие-то деревенщины. Они были злые, как черти. Я узнал, где они остановились и проследил за ним. О, я думаю, это братья у Нил. Точнее, то, что осталось от них. Я закончу с Майклом. Мы скоро будем. Ти, эй, 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 стой. Так, появился знак Тревора. Это, наверное, у него дома. Его дом недалеко. Возьмем сейчас небольшую тачку и быстро приедем туда. Если она тут... А, тут мотоцикл есть. Это еще лучше. На мотоцикле все быстрее. Я подготовил почти все, что нужно для делов Палетте. Осталось только достать военное снаряжение. Так что наша цель сейчас... Конвой. Сначала выполним задание. Которое... Написано Тревор. Привет, Джимми, это твой папа. Если ты это слышишь, то позвони, пожалуйста, мне. И маме тоже скажи. Ладно. И Трейси. Пожалуйста, сынок. Твой папа плохо себя вел, да? Пожалуйста, сынок. Хочешь нюхнуть? Да что с тобой такое, а? Оу. Вот смотри, что я думаю. Эта страна была создана бензином для бензина. Так что я просто таким образом... Проявляю патриотизм. Оу. Дешево. И сердито. Бензин? Нет. Ух. Простите, мисс Эм. О, господи. Майки, ты хочешь пиво? Оу. Без углеводов-то нет. Ну тебе нафиг. Так, куда? Вы с дружком направляетесь, когда вышли. А тебе-то что? Да ничего. Беседу поддержим. Ну, я был занят, ставил кое-кого на место. Вот что оно значит. Этот клоун только валяет дурака цеными днями. Я вам еще и убью. Если я люблю жизнь, но наслаждаюсь... Ты страдаешь тут чем попало. Знаешь что? Я в глубине души, ты веришь во всякое дерьмо. Деревенские заборщики, неприемный копиент. Ты со своей дерьмовой уличной философией... Ах, да, ты достиг идеального баланса. Баланса? Ты... Хоть 10 лет на солнце. Твои мозги все равно расплавились. Ты произносишь слова, в которых смысла даже нет. А что такое баланс тогда? Я убиваю. По понедельникам, средам, по пятницам я занимаюсь йогой, медитирую. По вторникам, четвергам, снимаю шлюх, чищу кассы и так далее. А ты меня называешь еще психом. Да по сравнению с тобой, я ненормальный просто умный. О, да, 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 конечно. Настолько нормальный, что могу открыть психопатскую клинику. Не будешь ты больше вести себя как мудак. Я постараюсь, но не уверен. Ладно, твоя откровенность мне все равно по душе. Я говорил с Франклином. Почему? В отличие от тебя. Он сечет что? Йог, кореш, уфиговый. Ему не хватило на помощь прийти. Вот что, ты обеспечил нам надежное укрытие здесь. Ты позвонил в ЛС, пригласил нашего сообщника, заглянув сюда, в этом ты весь в своем репертуаре, как всегда, блин. Даже не спросил, в чем там дело. Сразу же подумал о себе. Ты прав. Так все и было. Я прошу прощения. Так не пойдет. Я ухожу. Я могу умереть. Надеюсь, ты счастлив. Эй, стой, я с тобой пойду. Нет, я сам пойду. Хотя бы выберусь из этой мусорной свалки. Ты не пойдешь. Еще как-нибудь пойду, хочу убедиться, что ты не накосятишь там. Ну ладно, так уж и быть. Направляйтесь к Франклину. А Франклин-то у нас далеко. Эту поездку я тоже обрежу. А, ничего обрезать не надо. Походу. Если он вернется в Сэнди Шорс, что я об этом не знаю. О, черт, эти козлы попробуют смыться сейчас. Так, едем за этим Гелендвагеном. Нельзя упустить его. О, с нами еще и Чоп. Наша тачка немного напоминает Ренджоя. Немного. Эй, чувак, мы с Чопом ведем этих уронов. Мы к северу у Чумаша и гоним по запахному шоссе. Так, ясно. Значит, братья Унил едут к нам? Так и есть. Они уже собрались пальнуть по твоей квартирке с гранатами. Кто-то из своих соседей объяснил им, что у тебя нет. Ладно. Если ты сейчас-то запахнуешь шоссе, значит проедешь через Каньер Атон. Да. Хорошо, мы с Майклом Пэфф заимствуем у компании вертолета и догоним тебя там. Вертолет? Списано имущество, Фрэнк. Ты еще на связи? Да, я пытаюсь тут не разбиться в лепешку. Мы догоним тебя на вертолете, перехватим их, поубиваем этих козлов. Вы только это побыстрее, они тут гонят на полную. Нам до вертолета пять минут. Ладно. Так. Блин, тут опасно не разбиться бы только. Ой, олень, олень, только не это. Ох, нифига себе. Гелендваген, наконец-то. Давайте-ка прижучим этих козлов. Пошли, чоп. Ой, машина взорвется сейчас, наверное. Блин, машина бомбанет сейчас, наверное. Тревор, тут на дорогу выскочил олень, и эти мудаки разбились. Разбились? Насмерть? Нет, они слиняли в леса. Мне нужна поддержка с воздуха прямо сейчас. О, блин, далековато, но ничего. Не волнуйся, мы обеспечим. Доберитесь до аэродрома. Аэродром недалеко. Доедем. Обеспечим? Да ты прям такой деловой, конечно. Ну да, мне это было очень неважно. Эти ребята меня не любят, и я знаю, что они вер... Сэнди Шорс, так что... О, а вот и вертолет. Не забывай, он не мой. Он компании. Слушай, почему эти ребята у Нил хотят тебя грохнуть? У меня намечалась сделка, финальный контракт. Серьезное международное дело? И они у меня украли его. Погоди, если они тебя обокрали, зачем убить хотят? Чего ты пристал? Хоть бы раз поддержал меня. Видишь, я лечу за тобой. Да, мне кажется, что твое сердце в дело ты не выкладываешь. Мне еще повезло, что ты не вложил в мое сердце какой-нибудь пирог. Снова сарказм, ты унылый ценник. Да, бедненький Тревор. О, я помню этот вертолет. Мы же на нем брали управление. Ты спер его в ФИБ? Ну не совсем, я его забрал за неуплату. Сзади, тут тоже винтовка с оптикой. Ты бы получше перестал беспокоиться и сам... Ты бы не беспокоился, кто у кого что спер. Лучше бы взял эту винтовку и поискал там у него. Эй, эй, мы здесь! Деревенщины в лесу! Оружие оснащено тепловизорным прицелом. Ищи тепловые следы. Здесь кругом олени. Убейте, братья фуни, пока они не ушли. На мелководье они не шастают. Нет, это тоже олень. А это? Это костер. А это? А, вот оно, дарование. Это Франклин с чопом. А вот этих козлов я не вижу. О, кто-то стоит. Блин, посмотри в реку. Может они уплыть пытаются? Так, Франклин, Франклин, Франклин. Это тоже... Это, блин, олень. Здесь везде олени одни. Я не вижу, кого. Но ничего, сейчас найдем. Может они просто... А это кто? Это тоже Франклин. Тогда здесь посередине кто-то был еще, по-моему. Здесь? Здесь что-то ходит. Что это за монстр? Непонятно. Ходит тут. На мелководье я никого не нашел. Сейчас посмотрим на мелководье. О, кто-то плывет. Кто бы мог подумать. Один из них в воде. Завалил, кажется, его. Друг мой, от пули не убежишь. Мы его еще не нашли. Тут еще есть... Некоторые... Это тоже олень. Это тоже олень. Это... Франклин. Мелководье, по-моему, больше нет никого. Никого больше вроде бы тут нет. Ой-ой-ой. Ну не лагайте, пожалуйста. Надо искать еще. Да я пытаюсь. Тут олени кругом. А... Чувачков я не вижу. Это? Кажется, я вижу кого-то. С оружием в руках. Промахнулся. Есть. Так. Ты проявишь милосердие к невинной душе. И наверняка ползут наверх. Посмотри, что на холме там. Смотри, чуть-чуть повыше. Нет, здесь олени. Их, по-моему, трое было. А здесь что? О, блин, берегись. Я не могу прицелиться, а он там за камнем. Ну-ка, Чоп, найди его. Найди его, Франклин. По нам сейчас влупят. Мы исправимся сейчас. О, блин, опять стреляют. Раз ты поплыл, то и мне, походу, придется. Ручей. Просто... Холодноватый. Выстрелы идут с той стороны. Чоп, давай, иди. Надо найти этих козлов. Вот, оттуда выстрелы идут. Сдохни, сволочь. Идь. Он там, Чоп. А ну-ка, сожри его. Последний, брат. Ладно, стой там, мы сейчас спустимся и заберем тебя. Подберите Франклина и Чопа. Так, деревенщину с гранатометом мы отправили на покой. Почтой смерти никто, надеюсь, не желает. Ну, банда байкеров. Китайцы, люди, мадрассы. Ой, блин. Садитесь быстрее. Ладно, полетели обратно. Ух, это было жестоко. Ты же знаешь, этот аэродром мой. Тимур, ты себе позволить можешь съехать с жестяной хибары? Вы как там? По крайней мере живы. Ты неплохо там поработал. Да, это я его должен благодарить, а то он мне помогал. Спасибо, Франклина. Ничего, все круто. И тебе тоже, Чоп. Что мы тут вообще делали? Ты нам... Ты говорил, что ребят тебя обокрали, но почему они тебя убить не собрались? О, разве я не рассказал, что случилось после того, как они сперли контракт? Нет. Ладно, я приехал к ним на ферму, поубивал там кучу народу и все взорвал. Кучу народу? Да. Мы сейчас скопнули Элвуда, Уолтона и Вина. А когда я взорвал ферму, там прикончил Эрни, Элла, Дайна, Донла, Дрила, Дальдона, Дона и еще несколько ребят. Возможно, это они меня мстили, не знаю. Не будем забывать, что правда на моей стране. Да, уж точно, на твоей. И естественно. Сто пудово, да. Так. Спускаемся. Мы на месте заходим на посадку. Как надо поближе. Не люблю вообще садиться на вертолете. Принято выручать приятеля. Давай, Чоп, давай. Оу. Устроим деревенским наркодилерам вендетту всю жизнь мечтал. Слушай, Тревор, мы берем и возвращаемся обратно в город. Я высажу тебя на пути, она обратно. Чоп, залезай. Увидимся у меня, Майк. Да, да, спасибо, что предупредил, блин. Господи, Ю. Так, теперь нам нужно украсть колонну с армейским снаряжением. Она у нас находится где? Вот здесь. И она передвигается. И она 100% передвигается. Точно прям говорю, передвигается. Жаль, что точка будет, жаль, что они, точка не будет висеть на них, точка будет именно в конкретном месте находиться. Ладно, сейчас попробуем украсть этот, это снаряжение. Там, по-моему, мини-ган должен быть. Говорят, кстати, что в GTA 6 официальная информация объединят все города из предыдущих частей. И это офигительно, как классно, потому что там будет и Vice City, и San Andres, и Las Venturas, и San Fero, и Liberty City. Вообще офигенно, ребята. Это просто охренительно. Вот он, наш автомобиль. Оно не должно быть уничтожено, нам надо перег... А, тут еще и это, зараза. Надо убить вот этих вот сначала ребят. Надо прикончить ребят, которые стреляют из машины. Так, блин, они в бронежилетах. Одного выстрела им может быть мало. Готово. Давайте заберем этот... Нет, еще остались. На мини-карте же больше никого не было. Так, прямо в жопу выстрелю. Он что, еще жив, что ли? Садимся, поехали. Доберитесь до лобра... Нет, он еще жив. Так, не врезаться будут только в этот бачок. Так, военное оборудование мы... Захвачены. Есть! Военное оборудование захвачено. Сейчас будет звонок, наверное. Давай, Тревор, звони. Лестер! Мы добыли военное оборудование, но рядом с моим офисом. Так, время пришло, я жду вас в лаборатории. Что ж. Сейчас мы зайдем в лабораторию, провернем ограбление и на этом закончим. Я, конечно, много чего из этого обрежу. Долгие поездки... О! Надо взять птичку. Когда она выйдет на ПК, я обязательно, обязательно запишу прохождение GTA 6. Обязательно. Если не получится скачать их с халявы, я обязательно куплю. Так. Ну что, начинаем? Наступает день. Это же не ошибка. Это... Это очередной провал. Вот что это такое. Сначала ты не послушал, меня взял в заложницу, потом закрутил с ней какой-то... Что, Кольный Роман, у тебя крыша поехала. Она шли 60-летних домохозяек. И это ей 57. И она считает, что я зрелый мужчина. Ну вот, что я тебе скажу тогда. За 30 лет брака с самым злобным в мире бандитом, любая самка сойдет с ума. Ты только усложняешь мне жизнь. О! Какой сюрприз. Так и знал, что этот разговор опять от себя пойдет. Я скучаю по семье. О! Да не гони, раньше тебе они были вообще не нужны, а теперь их нет. И ты скучаешь по ним. Просто офигительно. А ты знаешь, что самое офигительное? То, что ты козел. Эй, хорош. Еще бы вы меня в это не втянули. Свои бредовые истории. Если бы я узнал, что... Сраный не вечер, базар, и по которой было здорово, я бы продолжал бы в Лусантосе сидеть. Привет, Франклин. Да, здорово. Расклад, короче, такой. Едем в Палетто Бэй, делаем свое дело. Есть вопросы, замечания? Да, есть. Я скучаю по Брэду. Раньше этот псих не был с нами, ему бы понравилось. Вместо этого он сейчас жарит бедных воротников в федеральной тюрьме. Спасибо. Ценные замечания. Есть еще кто-нибудь? А мне что делать? Ты будешь ждать у реки и поможешь им скрыться. Прекрасно. Эти трое заходят в банк, собирают бабки, встречаются с тобой, и вы все вместе уезжаете. Вот и все. У вас у всех есть работа. Замечательно. Поехали. Если вы не в курсе, Брэд Снайдер давно мертв. О, офигенный фургон. Я с удовольствием поеду на нем. Правда, мне этот фургон нравится больше черного цвета. Доберитесь до пирса. А до какого пирса? Так, Фрэнк, мы тебя высадим здесь. Как только ты услышишь, что все начнется, тебе придется сваливать незамедлительно. Блин. Ладно, ты знаешь, где должен быть. У меня все записано. Я принесу пакетик краски специально для тебя. Так, а банк находится в этом месте, где-то рядом. Так, мы готовы. Вполне. Готовы? Тогда пошли. Закроем двери. За собой надо дверь закрывать. Какое у нас оружие? О, это отличное оружие. М4. Это ненадолго всем лечь на пол. Сегодня решается ваша судьба, друзья мои. Всем на пол быстро. Ты марш из стойки и руки вверх тоже. Майкл, приглядывай за нашим преданным сотрудником. Копы прибудут с минуты на минуту, так что будь на чеку. Ну да. Сделать сделано. Иди-ка вышиби дверь. О, копы уже здесь. Но куш увеличивается. Сейчас я пристрелю их. Незамедлительно. Сейчас посмотрим на это. У нас тут заложники. Скажите шерифу, что код подтвержден. Вызывайте все, что есть. Дробовик обрез. Это не очень-то мощное оружие. Ого. Хватит. Доигрались, сдавайтесь. Мы никогда не сдаемся. Мы не сдаемся никогда. Шериф уже здесь. Такой скорости можно позволить. Теперь заходим действовать по инструкции. Вам известно, что вы окружены. Экспорта аэропорта вам ничего не предоставит. Мне пофигу, задутся их или нет. Как я все перестеляю. Мы поговорим как цивилизованные люди. Просто сдайтесь. Пора отвечать за свои дела. Оуу, естественно. Это самая мощная пушка, которая у нас только была. О боже мой, за ногу. Только не мини-ган. Это самая мощная пушка из всех, что у нас были. Только все тормозит, потому что копов до хрена. Аллоу? Ого, у нас 8 миллионов. Всего одну наш один на кнопку, и машина взорвалась. Просто офигенно. Ох, ё-моё, в нашу сторону летит. Вертолет? Без проблем. Осторожно, он падает. Идем, быстрее. Эта броня надежно защитит нас. Копов еще до хрена. Здесь есть еще парочку троек. Парочку шестерок снаружи. В заливе копы вам там не пройти никак. Слышите, парни? Отход по воде отменяется. Сдаваться поздно, нужно найти способ выбираться отсюда. Иду на прорыв. Пошли скорее. В это здание, что ли? О, блин. Броня нас сильно не... Уходите отсюда. Быстрее. А то пули в вас попадут. Но он там еще есть. Куш очень большой. 8 миллионов, это офигенно. Надо снести этот дурацкий забор. Может, это из-за той стекляшки, что я засунул в этом костюме? Ну-ка, побей его. Оружие на землю. Оу, так мы вас и послушались. Фрэнк, нам нужен новый путь отхода. Можешь найти транспорт чем-нибудь, что-нибудь пули непробиваемое? Тут рядом какая-то стройка есть. Ого. У них бронебойный транспорт тоже есть. Пушками его так просто не взорвешь. А та штука тоже взрывается. Ей надо больше урона наносить. Спецназ. Спецназ тоже здесь. Спецназ гораздо опытнее. Но все равно, это всего лишь солдаты, с которыми мы быстро справимся. Ой. Он рядом со мной. Карта показывает, но я не вижу его. Эта броня нас хорошо защитит. Ого. Так себе, виталётик-то. Они армию подогнали, походу. Войска. О, слишком жарко. Прикидываться не придётся, мёдками. Бегите. Аааа. Боже мой. Супер просто. Ой, грязный коп, и сколько же вам плодит за всё это, а? Ух. В этом костюме трудно бегать. О, нет. Ханмит ещё и толкает тачки эти. Не с тем ты воюешь, солдат. С нами никогда вам не справиться. Тей, кореш, они везут танк прям по воздуху. О, боже, надо уносить ноги прямо сейчас. Если мы сюда поедем вместе, то окажемся в западне. Ого. Хорошая штуковина. Только... Пока живой, я еду. Едет очень медленно. Придётся ещё и стрелять по этим гадам. Четыре звезды, а? Обалдеть. Эй, я чё, в чём-то виноват, что ли? Нафиг с дороги, уйдите. Слышь выстрелы? Дела серьёзные. О, ещё солдатики. Танк, танк, танк! Танк это опасная штуковина, надо. Будь осторожнее. Танк нас точно может взорвать, но танк, слава богу, едет очень медленно. Так, убили, едем сюда. Оу, сюда! Блин, они повсюду здесь. Вот и тачка, молодчина. Давай, давай. Блин. С танком придётся повозиться. Нельзя, чтобы он взорвал нас. Он чё, промахивается, что ли? Блин. Нас попали. Блин, только не говорите, что мне сейчас придётся это самое. Я уже час, наверное, записываю. Ну ладно, я много чё-то болёжу здесь. Тут не один танк. Надо стараться уворачиваться как можно сильнее. Третий танк! Блин. Сюда, сюда. В это здание давай. Оу, блин, они стреляют там. Так, сделаем передышку. На колени. Мне передышка точно сейчас не нужна. Так, нам нужно к той платформе. Нас окружают. Не мешайте нам, и мы вас не тронем. Так, пройдём по складу. Держись позади меня. У меня, у меня есть броня. Ой, только не лагай. За Франклина тут вообще не рекомендуется играть, потому что у него нет брони. Его быстро могут убить эти солдаты. Жесть. жесть 6 6 осторожно долго ты не продержишься на ногах а все он сдох так и сюда же делать а тут проход есть понятно отлично отлично а да тут еще есть дайте давайте сюда майкл у него больше заряда в этом оружии сколько там народу еще поезд это наш единственный шанс брэнк ты в порядке ооо да тут еще есть делаешь что сможешь шеф я рад что ты с нами в этом деле так быстро надо в поезд вот и он давай залезаем быстрее ух получилось неужели не уж то получилось пора двигать тихо 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 я свой агент санчес о наш продажный человечек из фрб будь осторожней приятель мы тут охотимся в поисках мы ищем нелегалов и они могут тебя грохнуть очень круто я об на то им месте бы не надеялся что эти двое тебе помогут я об на то им тоже это все деньги да это все что у нас есть ладно вот ваша доля учитывая нынешнее финансирование положения государственных служащих это выгодно о да чертовски выгодно до ужаса на этом все агент хейнс выйдет на связь когда начнет операция спасаем мир соберите команду вот жарная свинья нам лучше разойтись думаю они ищут группу троих сколько крови нам придется еще пролить идем франклин я позвоню тебе чувак ладно эй ремни ограбление состоялось прекрасно ладно на этом все андрес санчес забрал эти деньги 8 миллионов большая часть денег достается фрб блин а на троих только полтора миллиона всего забрали каждому по четыре по четыреста с половиной тысяч долларов это довольно много а ладно на этом все с вас лайкос подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мои запасные каналы и группу вконтакте всем пока а а а ну а а и Субтитры подогнал «Симон»!